У меня отлично получается. Лапки можно немножко согнуть. Каждое движение этим детям порой дается с большим трудом, но они не сдаются. У Маргариты – ДЦП. Здесь, в кабинете адаптивной физкультуры, ее буквально поставили на ноги. На первое занятие она пришла на костылях. Сегодня с легкостью бегает, прыгает, занимается на тренажерах, а еще увлекается конным спортом. Тебе на горные лыжи пойдет, да? Да. Пойдешь? Все, идем. Ксюша 4. Диагноз ДЦП для девочки и ее мамы не стал приговором. Левая ножка не давала полноценно бегать и прыгать, но это раньше. Сегодня занятия физкультурой приносят только положительные эмоции. Мы очень рады, что сюда попали. И она стала более организованной. И мы ходим на другие места, в центры репутации, допустим. Она очень быстро схватывает. Группа адаптивной физкультуры Виктории Макаровой, спортивного центра для людей с ограниченными возможностями, посещает 15 детей. Здесь не просто занимаются их оздоровлением. Через спорт учат преодолевать психологические барьеры и адаптироваться к социальной среде. Результатов можно не только хороших добиться, а отличных результатов. Мы на это нацелены, на то, чтобы улучшить не только какие-то свои физические возможности, не только ориентироваться на среднестатистического человека с нормальным состоянием здоровья, но и даже превозмочь где-то. У семилетней Вики левую ногу забрала страшная авария. КамАЗ с отказавшими тормозами не только сделал девочку инвалидом. Под большегрузом погибла ее мама. Но, несмотря ни на что, Вика ребенок подвижный, а главное – жизнерадостный. Девочка скучала без общения со сверстниками. Теперь его сполна хватает на уроках адаптивной физкультуры, куда Вику год назад привела бабушка. Благодаря физкультуре девочка активно развивается. Из протезов, рассказывает бабушка, Вика вырастает буквально на глазах и все больше тянется к спорту. Я думаю, что дальше все-таки будем плаванием заниматься. И какие будут виды спорта нравятся, и те будем потихонечку развивать. Для своего здоровья мы что-нибудь придумаем, такое, чтобы ребенку помогло. Адаптивная физкультура, говорят специалисты, может стать ступенькой на пути к занятиям спортом. В физкультурном центре для людей с ограниченными возможностями сегодня уже преподают 15 видов. Дартс, горные лыжи, слалом, бег на колясках, прыжки, метание ядра, сноуборд, керлинг, футбол, волейбол, шашки, шахматы, теннис и конный спорт. В этом году наша команда города Сочи на крае заняла первое место – это спортсмены с нарушением слуха. Среди спортсменов ДЦП первое место по бочи и шахматам занял Дмитрий Карпенко. Среди детей БОДА занял второе место по бочи Глеб Широков. И у сочинских спортсменов-паралимпийцев уже в ближайшее время будет шанс пополнить копилку наград. 30 ноября в Сочи стартует открытый Кубок города по волейболу. В соревнованиях примут участие спортсмены с нарушением слуха.